В сегодняшнем видео я немножко хочу поговорить об удобрениях, которые очень полезны и нужны плодовым деревьям. Попала мне в руки вот такая книга. Она была, так скажем, в библиотеке отца, и он мне предложил. Я немножко ее почитал, хотя читать я не очень люблю, но все равно нужный для меня материал я в ней вычитал. И хочу немножко поделиться с вами. Это книга 90-го года, издательство «Киевское». Так что давайте начнем, попробуем немножко почитать. Роль элементов минерального питания в жизни растений. Основными элементами минерального питания растений являются азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо и сера. Требуются они в больших количествах, поэтому и называются макроэлементами. Элементы же, необходимые растениям в небольших количествах, названы микроэлементами. Это бор, марганец, медь, молибден, цинк. Но сейчас рассмотрим некоторые самые основные элементы и самые основные их предназначения у плодовых культурах. Азот играет важную роль в процессах роста и развития растений. Он входит в состав аминокислот, из которых как бы построены молекулы белка, хлорофила, ряда фосфатидов, глюкозидов, алкалоидов, витаминов. Вот такие сложные слова, но получается, что для всего этого нужен азот. Азот больше, чем другие элементы питания, способен усиливать рост, повышать урожайность всех культур. Обеспечивание растений азотом зависит от скорости разложения органического вещества в почве, плодородия почвы, уровня ухода за растениями, применения удобрений. В холодную погоду при задернении сада на кислых почвах деревья плохо усваивают азот. Из-за недостатка его уменьшается количество хлорофила, а следовательно снижается интенсивность образования органических соединений в листьях, то есть интенсивность фотосинтеза. Листья приобретают желтоватый оттенок у одних растений и красноватый у других. Еще одним характерным признаком азотного гладования растений являются уменьшение размера листьев, появление коротких и тонких стеблей, мелких соцветий, слабое ветвление, ускорение созревания, резкое снижение плодовитости, ранний листопад. Признаки недостатка азота проявляются в первую очередь на нижних листьях. Вот получается, что азот отвечает практически за все процессы у плодовых деревьев в росте и так дальше. Следующий. Фосфор. Относится к основным элементам питания растений. Нормальное обеспечение растений фосфором способствует закладке цветочных почек, усилению роста корневой системы, повышению активности микроорганизмов в почве. Он усиливает способность растительных клеток удерживать воду, что является важным средством повышения устойчивости растений к засухе и низким температурам. Процессы фотосинтеза и дыхания, связанные с образованием органических веществ, идут при непосредственном участии фосфорной кислоты. Получается, что фосфор отвечает за создание почек и увеличение корневой системы. Нехватка фосфора, естественно, все это уменьшает. Так, дальше. Ну, здесь мы не будем читать, здесь очень много информации, поэтому самое основное. Калий – один из важнейших в жизни растений элементов. Он активизирует ферменты, способствует передвижению углеводов, повышает устойчивость растений, улучшает поступление воды в клетки, уменьшает испарение. Достаточное обеспечение растения калием повышает устойчивость их к кратковременным засухам. Этот элемент стимулирует фотосинтез, усиливает образование сахаров в листьях и их передвижение в другие органы растения. Под его влиянием в растения поступает больше азота и образуется больше белков. Получается, что все вот эти элементы – азот, фосфор и калий – они как бы дополняют один другого. И без какого-то одного элемента другие работают хуже. При недостатке калия задерживается образование белков и накапливается небелковый азот. А калийное голодание усиливает расход белков, снижается устойчивость к культур к грибковым заболеваниям. Поэтому, если не хватает калия, деревья тоже могут болеть. В начальной стадии голодования листья приобретают темно-зеленую с голубоватым оттенком окраску. Более старые желтеют, в них отмирают ткани, начиная с верхушки листа. Краевой ожог – характерный призрак калийного голодования. Он является результатом слабого преобразования азота в аминокислоты. Так, ну, думаю, на этом и закончим. Я думаю, что основное понятно, что без калия, как бы, процессы химические в дереве будут происходить очень плохо. И дерево будет болеть. Кальций. Выполняет важную роль в обмене веществ. Уравновешивание соотношения других элементов питания. Особенно необходимым кальций для роста корней, побегов и плодов. При его недостатке листья обесцвечиваются и, ну, хлорозят, как говорят. Отмирает верхушечная почка и прекращается рост стебля. Определенную роль играет кальций в фотосинтезе. Способствует передвижению углеродов и превращению азотных веществ. Ускоряет расход запасных белков семени при прорастании. Недостаток кальция отражается в первую очередь на развитии молодых органов. Отмирают кончики корней. Не образуются корневые волосики. На земной части отмирает точка роста в более позднем возрасте. Опадают бутоны. Цветки или завязи. Либо на плодах появляется некроз. Вершинная гниль. У помидоров горькая ямчатость. У яблони. То есть от нехватки кальция на яблонях появляются такие гнойнички. Яблоки закладываем на хранение. А через месяц появляются эти гнойники. Даже они могут быть и до закладки на хранение. И потом с этих мест яблоки начинают очень быстро портиться. Дальше. Магний входит в состав хлорофила. Поэтому играет важную роль в фотосинтезе. В составе хлорофила содержится 15-30% всего магния, усвояемого растениями. Недостаток этого элемента тормозит образование азотосодержащих соединений, особенно хлорофила. Вследствие чего при его недостатке листья обесцвечиваются или хлорозят. Получается, что листья могут хлорозить и от недостатка азота, и от недостатка других химических элементов, в том числе магний. Поэтому узнать, какого именно точно не хватает элемента, очень сложно простому садоводу. Здесь надо уже знать более-менее химию и разбираться во всем этом от А до Я, как говорится. Сера входит в состав белков, содержится в растительных маслах, в витаминах, принимает участие в окислительно-восстановительных процессах, белковом обмене. Последние годы сера в почвах находится в избитке, так как попадает в них в составе кислотных дождей с удобрениями, суперфосфаты, серно-кислый, аммоний. Так, ну и железо. Еще один макроэлемент, который просто необходим всем растениям. Железо играет важную роль в образовании хлорофилла, являясь составной частью ферментов, участвующих в синтезе зеленого пигмента. Регулирует процессы окисления и восстановления сложных органических соединений. Входит в состав дыхательных ферментов. При недостатке железа задерживается синтез ростовых веществ. Изменяется окраска листьев от светло-желтой до почти белой. Дефицит железа больше всего сказывается на плодовых деревьях, помидорах, капусте, картофеле, особенно на карбонатных почвах с высоким содержанием усвояемых фосфатов. Недостаток железа проявляется в пожелтении листьев. Бледная окраска их наблюдается при славом его недостатке, как при недостатке азота. Думаю, на этом закончим. Если эта тема была вам интересна, то можно еще в следующий раз почитать о болезнях на разных плодовых деревьях. Ну а если тема эта все-таки затихнет и как бы не будет интересно, то на этом мы и закончим. Так что на сегодня у меня все. Если понравилось, пальчик вверх. Пишите комментарии по этому поводу. И до следующего видео.